С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 4 августа. И начнем сразу с родившихся. В 1895 году появляется на свет Софья Геоцинтова, актриса, народная артистка СССР, театральный режиссер и педагог. В 1900 году в этот мир приходит Елизавета, урожденная Елизавета Анджела Маргарита Боус Лайон, королева-мать. Ее завидное долголетие было наследственным. Так дед смог прожить 80 лет, а отец 89. Голубоглазая невысокая супруга короля Георга VI и мать нынешней королевы Елизаветы II снискала любовь всех англичан, которые прозвали ее улыбающейся королевой. Она ушла из жизни в 2002 году, немного не дотянув до 102 лет. Умерла мирно во сне. Ее любили за то, что она единственная во вгустейшем королевстве, по-доброму отнеслась к Диане. За то, что упрекала внука принца Чарльза за связь с Камилой, о чем неоднократно заявляла в прессе. За то, что презирала всякие условности. Она любила повторять. С молоду я усвоила три главных правила. Чай с молоком благотворно влияет на цвет лица. Общение с добрыми людьми на душу. А муж должен быть таким, с кем можно пить чай с молоком, не беспокоясь за собственную душу. 1912 год. Рауль Густав Валенберг приходит в этот мир. Шведский дипломат, который спас в годы войны жизнь 100 тысячам евреев. Второй человек после Уинстона Черчилля, которому было присвоено звание почетного гражданина США. Событие дня. 4 августа 1326 год. В Москве заложен первый каменный храм. Успенский собор. Собор Московского Кремля. Храм православный. Он располагается на соборной площади. Патриарший кафедральный собор патриарха московского и всея Руси. Храм шестистолпный, пятиглавый, пятиапсидный. Построен из белого камня в сочетании с кирпичом. Из этого кирпича выложены своды, барабаны, восточная стена над алтарными апсидами, скрытые алтарные преграды, восточные квадратные столпы. Остальные круглые также выполнены из кирпича, но облицованы белым камнем. 1662 год. В Москве вспыхнул так называемый медный бунт. Он вызван финансовой политикой властей, которые с 1654 года стали в массовом порядке чеканить монеты из меди, приравнивая их по стоимости к серебряным. Медию платили чиновникам и ополченцам, а подати наоборот принимались в серебре и купцы признавали только его. В 1661 году за рубль серебром давали два меди, в 1662 уже восемь. Бунт поднимается из-за слухов, связанных с воровством царского тестя Ильи Милославского. Народ громит боярские дома и движется к царской резиденции в село Коломенское. Пока же Алексей Михайлович общался с народом, к нему подоспели стрельцы, которые жестоко расправились с ходоками. Около тысячи человек были зарублены буквально на месте, но медные деньги на следующий год все-таки отменили. 1735 год. Начинается судебный процесс по делу Джона Питера Зингера, издателя газеты New York Weekly Journal, в которой публиковались критические статьи в адрес губернатора Уильяма Косби. Зингеру было предъявлено обвинение в публикации мятежных пасквилей против колониальных властей, после чего он был взят под стражу. Однако, состоявшийся летом следующего года суд вынес издателю оправдательный приговор. Это решение стало первой победой в борьбе за свободу печати. 1790 год. В Петербурге палата уголовного суда выносит смертный приговор управляющему столичной таможенной службы и одновременно публицисту-вольнодумцу Александру Радищеву за издание и распространение книги «Путешествие из Петербурга в Москву», которую сама Екатерина II, напуганная вспыхнувшей во Франции революцией, сочла подрывной для своей империи. Спустя две недели приговор утверждает Сенат, а месяцем позже государиня, который называет родящего бунтовщиком хуже Пугачева и повелевший его сурово наказать, милостиво заменила казнь ссылкой на 10 лет в Илимский острог с лишением чинов и дворянства. В 1933 году в этот день нацистская форма приветствия, поднятая правая рука, которую раньше пользовались только члены и сочувствующий национал социалистической рабочей партии Германии, которая была создана Гитлером в 1920 году, становится обязательной для всех граждан Рейха, что должно было свидетельствовать о национальном единстве и повиновению вождю. Этот жест должен был сопровождаться словами «Халь Гитлер» или, по крайней мере, «Халь». На сегодняшний день эта поднятая рука и эти слова всегда у нас ассоциируются с ужасами Великой Отечественной войны, с ужасами Второй мировой войны. 1966 год. В американском радиоинтервью Джон Леннон заявляет, что Битл сейчас, вероятно, более популярны, чем Иисус Христос. Вследствие этого записи группы будут запрещены во многих американских штатах и даже в Южной Африке. 1991 год. Президент СССР Горбачев прибывает на отпуск Форос. Перед отъездом он проводит заседание Кабинета министров. И на этом заседании говорит буквально следующее. Да, ситуация трудная, но мы пойдем на все, включая ведение чрезвычайного положения. 2007 год. С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартует ракета-носитель Дельта-2 с космическим зондом роботом Феникс. Это было связано с исследованием Марса и поиска жизни на Красной планете. Весной 2008 аппарат, преодолев за 10 месяцев расстояние 675 миллионов километров, совершает мягкую посадку за северным полярным кругом Красной планеты. Работа зонда длилась до тех пор, когда связь с ним была утеряна. Аппарат Феникс собрал и проанализировал образцы почв и даже нашел водяной лед. Но в грунте он зафиксировал высокие концентрации враждебных для органической жизни перхлоратов. Кроме того, удалось запечатлеть необыкновенное зрелище – марсианскую пыльную бурю. Ну и последнее. 1693 год. Французский монах Дом Пириньон открывает секрет изготовления, да-да, шампанского. Будучи экономом при аббатстве от Вильер, расположенном в самом центре Шампани, отец Пириньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. Ну, видимо, время было. Он стал смешивать напитки из винограда с разных участков, получая кюве, от французского кюве, шампанское из смеси разных вин с богатым букетом. И однажды его многочисленные исследования и эксперименты, продолжавшиеся почти 50 лет, увенчались успехом. В этот августовский день Пириньон представил удивленные братья чудесный напиток. Серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, а прозрачная пена искрилась словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского. Ну а после Первой мировой войны Франция принимает закон, который установил, что шампанским могут называться только и те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил. Под давлением Франции многие европейские государства подписали даже договор, запрещающий использовать слово шампанское. А вот с Советским Союзом вышла неувязка. В СССР наладили новую технологию выпуска шампанского, многократно убыстрявшую и удешевлявшую его производство. И даже не собирались расставаться с приобретшим популярность названием. Однако в 1997 году Россия пообещала, что введет запрет на использование обозначения шампанское для отечественных товаров в течение ближайших 25 лет. Так что осталось ждать недолго. А вот США, Канада и Австралия пока не хотят соглашаться с доводами французов. И тем не менее шампанские дамы Франции остаются самыми успешными винодельческими предприятиями, обгоняя производителей других вин и коньяка. Тут стоит, наверное, упомянуть важную фразу. Чрезмерное употребление алкоголя очень опасно для вашего здоровья. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова